Семейный доктор О том, что такое гоноартроз и как его лечить, и какие профилактические мероприятия существуют, расскажут специалисты клиники Сема города Алматы. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Здравствуйте, как мне пройти в отделение травматологии? Мы поднялись в стационарное отделение клиники для того, чтобы расспросить специалистов об этой патологии. Кстати, к общему сведению, дорогие телезрители, лечат это заболевание врачи-ортопеды-травматологи. Но прежде чем узнать о том, что такое гоноартроз, давайте сначала узнаем, какие функции выполняют наши суставы. Все сочленяющиеся поверхности костей в организме человека называются суставами. Сустав предназначен для того, чтобы человек мог передвигаться. Это опорно-двигательный аппарат нашего организма. За счет подвижности сочленяющейся поверхности мы с вами ходим, двигаемся, поднимаем стакан с водой, пьем. В общем, это наше движение. И когда сустав здоровый, мы с вами не испытываем никаких болей, дискомфорта. Мы себя чувствуем хорошо. Когда появляется какое-то заболевание, боль в суставе, это называется деформирующий артроз. Наверное, среди всех заболеваний суставов наиболее часто встречаются это заболевания именно крупных суставов, именно колена. Это называется гоноартроз. И причина именно формирования деформации коленного сустава заключается в том, что есть определенные предрасполагающие факторы. Одна из них, наиболее частая, это травмы. То есть бывают разрывы связок, да, кто сейчас занимается спортом очень много. Бывают повреждения именно связочного аппарата коленного сустава. Это одно. И, вы знаете, еще очень много бывает системных заболеваний соединительной ткани. То есть это вот ревматоидные заболевания, их называют коллагенозами. А коллагеноз, в свою очередь, представляет собой иммунопатологический процесс, сопровождающийся развитием дегенеративных нарушений с преимущественными поражениями соединительной ткани, отличающиеся прогрессирующим течением и широким спектром клинических проявлений. И вот эта группа заболеваний, она как раз приводит к тому, что разрушается хрящевая ткань в суставе. И когда развивается вот именно разрушение хрящевой ткани, то сустав, представляете, он испытывает вообще колоссальные нагрузки при движении человека, при ходьбе, при приседании, там, да, то есть любые движения, они сопряжены. На самом деле мы этого не замечаем, потому что здоровый сустав. Еще бывает гонортос у людей возникает при тяжелом физическом труде, при переноске больших тяжестей, переохлаждении, может вызывать нарушение структур костной ткани, мышчилков, большеберцовой кости и вызывать деформацию, называется варусная деформация ног. Ну а варусная деформация коленных суставов, которую часто называют О-образной формой голени, представляет из себя неравномерное, неправильное развитие коленных суставов. Искривление формируется во время роста и развития организма, становится патологическим, поэтому исправить его очень сложно. И еще один бывает фактор, это когда человек нарушает питание свое, не ведет здоровый образ жизни. Злоупотребление алкоголем также может вызывать развитие деформирующего артроза суставов. Практически 80, наверное, процентов всех заболеваний суставов, это именно проблема коленного сустава. Разрушение вот этой хрящевой ткани, оно приводит к формированию деформации именно костной ткани уже. Это приводит к нарушению подвижности. Колено перестает выполнять свою функцию, нога перестает сгибаться, и, как правило, эти люди, они не могут сесть, они не могут встать, ходят с тростью, и это большая проблема. То есть вот эти все предрасполагающие факторы, они приводят к тому, что может сформироваться такая проблема. Заболевание это более характерно для людей старшей возрастной группы, старше 65 лет, и у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Наряду с вышеперечисленными причинами и факторами, какими же симптомами сопровождается гоноартроз? Часто люди отмечают, допустим, возникновение периодически отеков в области суставов, да, то есть отек мягких тканей вокруг сустава, нарушение подвижности, хруст при, скажем, там, сгибании колена, да, то есть иногда по утрам бывает туго подвижность. Это вот одни из таких сигналов того, что имеется какая-то проблема, которой нужно заниматься. Дорогие телезрители, мы сейчас находимся в кабинете магнитно-резонансной томографии, где врач после обследования назначает пациенту диагностику, которую он должен пройти именно вот здесь. Сейчас передо мной врач-диагноз, который нам расскажет именно о методах диагностики. Какие методы диагностики существуют? Ну, методы диагностики гоноартроза. Первое – рентгенография коленного сустава, то есть обычный рентген. Потом имеется еще компьютерная томография. И самый информативный метод исследования – это магнитно-резонансная томография. То есть мы сейчас находимся в кабинете магнитно-резонансной томографии. Это в фирме «Филипс», полтора-тисловой. Здесь снимаем коленный сустав. И при этом мы обнаруживаем конкретно, какие там изменения происходят в коленном суставе. То есть имеются ли поражения менисков, скажем, хрящей. И, конечно же, мягкие ткани коленного сустава. Я знаю, что артроз, он делится на степеня, подразделяется на степеня. То есть первая, вторая, третья степень. Ну, в зависимости от течения заболевания, начальной стадии, либо уже когда произошло полное разрушение пищевой поверхности, это заболевание делится по степеням. Классификаций очень много. И многие разделяют их на три степени. Некоторые классификации делят на четыре степени гонортроза. Первая, вторая степень. Как бы на этом этапе люди могут получать консервативное лечение, медикаментозно, плюс физиотерапия. Третья, четвертая стадия. Это, конечно же, необходимо будет проведение какого-то оперативного вмешательства. Но прежде чем мы затронем вопрос касательно оперативного вмешательства, давайте мы узнаем, каким грозным осложнением может привести эта патология. По аналогии, как с машиной. Вот когда у машины спускает одно колесо, вы же сможете ехать за рулем этой машины. И как бы колесо спустилось, вы едете, едете. И вот так же мы с пораженным суставом ходим, ходим. И перенагружаем другие суставы, здоровые. То есть мы переносим функциональную нагрузку с больной ноги на здоровую. И в результате могут пострадать еще и другие суставы. Может пострадать поясню. Да, симметрично пойдет поражение суставов. Может начаться протрузия дисков позвоночника за счет перенагрузки. То есть это как цепная реакция. Если человек вовремя не начнет себя лечить на первых стадиях заболевания, он может вызвать ухудшение либо возникновение заболеваний в других суставах. Дорогие телезрители, мы сейчас вместе с вами находимся в операционном блоке, где специалисты проводят операцию пациенту на гоноартроз. Сейчас мы с вами вместе пройдем и все увидим сами. Я пошел. Методик оперативного вмешательства в мире ну очень много. На сегодняшний день одним из эффективных и распространенным видом является эндопротезирование коленного сустава. То есть замена трущихся поверхностей на искусственную, созданную на основе металла. Операция длится от 40 минут и до полутора часов. Наряду с нашими специалистами, не покладая рук, трудятся и высококвалифицированные зарубежные врачи. Кстати, стоит отметить, что столь сложная операция производится абсолютно бесплатно. Наша клиника в течение пяти лет оказывает услуги по государственному заказу. Поэтому каждый гражданин Казахстана в нашей клинике может получить такую услугу. Например, эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава. Осуществляется это очень просто. Пациент приходит в нашу клинику на консультацию к врачу-ортопеду-травматологу, получив заключение. С этим заключением пациент обращается в поликлинику по месту жительства. Поликлиника выставляет на государственный портал бюро госпитализации. И пациент приходит к нам получать эту услугу совершенно бесплатно. Дорогие телезрители, если вовремя не обратиться к высококвалифицированным специалистам, последствия могут быть плачевными вплоть до инвалидизации. То есть именно почему мы говорим о замене коленного сустава, это выход из этой ситуации. Конечно, это крайний выход, но тем не менее это выход, и он позволяет людей именно решить проблему с инвалидизацией. То есть пациенты начинают ходить самостоятельно, выполнять свои ежедневные функции, свои потребности. После эндопротезирования пациент проходит период реабилитации по истечению 2-3 дней. Основная цель реабилитации – поставить пациента на ноги как можно раньше и восстановить функциональность сустава в максимальном объеме. Параллельно пациент проходит физиотерапию, и первое, с чего начинает физиотерапевт – это ТЭНС. Терапия обладает ярко выраженными противоотечными, антистрессовыми, противовоспалительными, трофостимулирующими, иммуномоделирующими и другими целебными свойствами. Затем проводится инфракрасное излучение или компресс-колдпак, ультразвуковая процедура и, конечно же, комплекс упражнений на разработку для коленных суставов. В принципе, на самом деле, секрет здоровья очень простой. Первое – это позитивные мысли, то есть это хорошее настроение, это, наверное, все-таки смотреть на вещи через какую-то позитивную призму, да, это первое. И, конечно же, второе – в здоровом теле здоровый дух. Соответственно, необходимо следить за собой, необходимо вести здоровый образ жизни, необходимо смотреть за тем, что ты ешь, как ты питаешься, да, как ты проводишь свое свободное время. То есть понятно, если, допустим, взять двух одинаковых людей, и один из них все в свободное время будет лежать на диване, а второй будет ходить в горы, там, дышать свежим воздухом, делать прогулки, да, там, заниматься спортом. Кто из них будет в конечном итоге выигрыши, да? Понятно, что человек, который ведет активный образ жизни, да, и следит за собой, он практически не будет нуждаться в какой-то помощи со стороны. И, в принципе, конечно же, это мечта, наверное, любой системы здравоохранения – заниматься профилактикой, а не заниматься лечением. Поскольку лечение, оно обходится дорого, как для самого пациента, так и для поставщиков медицинских услуг, и для государства, для системы в целом. Ну и на десерт, дорогие телезрители, вопрос, который волнует каждого из нас. Какие возможности и приоритеты даст нам страховая медицина? В принципе, весь Казахстан сейчас готовится перейти к системе обязательного медицинского страхования, которая начнет работать с 2018 года, да, мы знаем. И все, конечно же, ну, в ожидании этой системы. Я думаю, что мы очень сильно поддерживаем внедрение системы обязательного медицинского страхования, поскольку необходимость в ней назрела. И в первую очередь это должно помочь людям, именно помочь населению сделать более доступную медицинскую помощь, причем сделать ее более доступной у поставщиков частных медицинских услуг, поскольку государством было проанализировано, была проведена большая работа по анализу, да, и министерство сказало, что очень большое количество людей платит из своего кармана за медицинские услуги, причем в добровольном порядке, потому что, ну, каждый пытается найти лучшие условия, там, допустим, пребывания, лучший сервис и лучшие услуги лучших врачей. Лучшую клинику. Лучшую клинику, да, совершенно верно. И именно исходя из этих убеждений, и идя навстречу, как бы пытаясь решить этот вопрос, министерствам и правительствам было принято решение внедрять эту систему здравоохранения, обязательное медицинское страхование, и она должна как раз-таки в большей части закрыть вопрос, то есть чтобы пациент не платил из своего кармана за оказание частных медицинских услуг по своему выбору, будет платить за него фонд. Да, то есть если сейчас, допустим, скажем, 50% пациент платит из своего кармана, то цель – довести вот ту часть, которую люди платят из своего кармана, до 20%. Да, и это позволит сделать более доступные медицинские услуги высокого качества. Ну что ж, дорогие друзья, 15 минут программы «Семейный доктор» подошли к своему логическому завершению. И, как вы поняли, при гоноартрозе необходимо срочно обратиться к квалифицированным специалистам. И самое главное – не бояться преград и испытаний на пути к исцелению. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин